А это называется «Щёчки». Этот эпизод из фильма «Чапаев» старшее поколение наверняка хорошо помнит. Легендарная картина и не менее легендарный пулемёт, воевавший и в русско-японскую кампанию в начале века, и в Гражданскую войну, и в Великую Отечественную. И чей я вам пулемёту! Фильм «Чапаев» вышел на экраны Советского Союза в 1934-м. В те годы тысячи юношей и девушек, подобно анки-пулемётчице, изучали это оружие. Кому-то из них азы пулемётного дела пригодились, когда началась война с фашистской Германией, и Максим вновь оказался в строю. Пулемёт «Максим» получил своё название по имени изобретателя, американца Хайрема Максима. Поэтому правильнее произносить «Максим», а не «Максим». Хотя «Максим» для многих привычнее. На этих уникальных кадрах конструктор собственноручно демонстрирует своё изобретение. В то время пулемёт «Максим» совсем не походил на образ знакомой нам по художественным фильмам и кинохронике. Да и создан этот пулемёт был ещё до рождения кинематографа. Пулемёт был создан в конце XIX века. Конкретно он был впервые представлен в 1883 году очень талантливым американским конструктором Харрема Максимом, который активно пропагандировал своё изобретение по всему миру. И в конце концов эти пулемёты и его конструкции оказались на вооружении в России, Англии, Германии и ряде других странах. Первые «Максим» устанавливали на тяжёлые колёсные лафеты со щитом. Пулемёты в то время входили в состав артиллерийских подразделений и предназначались главным образом для крепостей в качестве противоштурмового оружия. В Россию эти пулемёты поставляли с 1899 года, а с 1904-го их начали выпускать на Тульском оружейном заводе. Здесь Максим обрусел и приобрёл привычные нам черты. Тульские мастера существенно доработали конструкцию пулемёта. В результате этого к 1910 году пулемёт был поставлен на колёсный станок конструкции полковника Соколова. В этом виде он и практически закончил войну. Появился надульник, который обеспечил более надёжную работу автоматики. Пулемёт получил широкую горловину на кожухе для заправки его не только водой, но и льдом, снегом, поскольку он имел водяное охлаждение. Калибр 7,62 мм. Вес в боевом положении 66 кг. Начальная скорость пули 800 метров в секунду. Темп стрельбы 600 выстрелов в минуту. Прицельная дальность 3000 метров. Студентки по Савьяхимовке города Читы отлично изучили пулемёт. Станок пулемёта позволяет осуществлять его наведение по направлению и по высоте. При этом по высоте наводка может осуществляться как грубая путём перемещения пулемёта вверх-вниз, так и тонкая. Для уточнения наводки нужно вращать маховичок внизу под телом пулемёта. Будучи наведён в цель, пулемёт может быть закреплён неподвижно на станке. И в этом случае он будет давать очень точный, кучный бой. Рассеивание будет минимально. «Сегодня первая стрельба боевыми патронами. Молодые пулемётчицы бьют в цель без промаха». Стрелял пулемёт винтовочными патронами калибра 7,62 мм. Наиболее эффективен Максим был против пехоты и кавалерии. Собственно, это и являлось его основной задачей. В годы Гражданской войны пулемёт устанавливали на оконные повозки, так называемые «тачанки». Они позволяли пулемётному расчёту быстро маневрировать на поле боя. А благодаря тому, что «тачанка» имела мягкие рессоры, прицельный огонь можно было вести на ходу. Обычно «тачанки» использовались для прикрытия сабельных атак своей кавалерии. «Тачанки» выходили на фланги, разворачивались к неприятелю и вели огонь из пулемёта. С появлением в армии бронеавтомобилей и танков «тачанки» постепенно стали утрачивать свою роль. Но пулемёт «Максим» по-прежнему оставался на вооружении. Он служил в пехоте, а также устанавливался на бронетехнику. Послужил «Максим» и в авиации. Там он получил название «ПВ-1» – пулемёт воздушный. И отличался от своего земного собрата отсутствием кожуха водяного охлаждения. В 30-е годы для стрельбы из пулемётов была разработана целая гамма различных патронов. Бронебойные, бронебойно-зажигательные, трассирующие, зажигательно-пристрелочные. Это расширило круг задач, которые мог решать пулемёт «Максим» и повысило эффективность его применения. Зажигательно-пристрелочные патроны применялись в первую очередь для стрельбы по самолётам. «Максим» устанавливались на счетверённые зенитные пулемётные установки, которые использовались в противовоздушной обороне. Ездил «Максим» и на бронепоездах. За время службы с конца 19-го века этот пулемёт где только не воевал, и всюду он пользовался неизменным уважением у солдат. Но всё же годы брали своё. К концу 30-х «Максим» морально устарел. Он был хорош для обороны от массированных атак пехоты и конницы, но для наступающего танка «Максим» был лёгкой мишенью. Высокий профиль затруднял маскировку, что приводило к быстрому уничтожению расчёта. Большой вес и габариты пулемёта вызывали дополнительные неудобства. Использовали «Максим» только со станком и водой для охлаждения ствола. Общий вес снаряжённого пулемёта составлял около 65 килограммов без учёта боеприпасов. Быстро маневрировать с такой тяжестью на поле боя было непросто. Кроме того, если зимой для охлаждения ствола можно использовать снег, то летом найти 4 литра воды для пулемёта порой было проблематично. В общем, недостатков у «Максима» выявилось немало. И в 1939 году на вооружение приняли пулемёт ДС-39 конструкции Дегтярёва, а старина «Максим» получил отставку. Эти события специалисты по истории оружия называют пулемётной драмой. Суть её заключалась в следующем. До этого, в течение нескольких десятилетий, практически с начала 20 века, на вооружении сначала русской, а затем и Красной армии, состоял пулемёт системы «Максима» на станке Соколова образца 1910 года. Он, верой и правдой, служил в Первую мировую войну. Вот, дошёл практически до начала Второй мировой. Но уже в то время было ясно, что пулемёт не в полной мере отвечает предъявляемым к этому оружию требованиям. Ещё до начала Великой Отечественной войны было принято решение найти ему достойную замену. В результате вместо этого пулемёта на вооружение Красной армии в 1939 году был принят пулемёт ДС-39 конструкции Дегтярёва, ДС, это Дегтярёв-Станковый, 1939 года. Пулемёт был принят на вооружение поспешно, конструкция его не была в полной мере отработана, и это сказалось на результатах его применения в начальном периоде Великой Отечественной войны. Сразу стало ясно, что этот пулемёт не потянет, и надо его заменять чем-то. Чем было заменять, кроме, опять же, пулемёта «Максима»? К началу войны производство пулемётов «Максима» на Тульском оружейном заводе было почти что свёрнуто. Пришлось её в срочном порядке восстанавливать. Летом 1941 года на киностудии «Ленфильм» сняли продолжение Чапаева. В этом агитационном фильме легендарный комдив, преодолев время и пространство, выплывает на берег Урала живым и невредимым. Ну, чего у вас тут? Опять немцы полезли? Точно так полезли, проклятые. Врёшь, не возьмёшь. Не возьмёт, гад! Били и будем бить! Вместе с Чапаевым в 1941-м в строй вернулся и легендарный герой гражданской войны – пулемёт «Максим». Его начали выпускать на оружейном заводе в Ижевске и возобновили производство в Туле. «Максим» стал родоначальником всего автоматического оружия. Но, несмотря на почтенный возраст, этот патриарх пулемётов прошёл всю войну – от Москвы до Берлина. В победном 45-м году он отмечал полувековой юбилей своей службы. «Был один пулемётчик толковый, Познакомьтесь с Максимом моим, А другой пулемёт был станковый, По прозванию тоже Максим, А другой пулемёт был станковый, По прозванию тоже Максим». Редактор субтитров А.Семкин